Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», посвященном основным событиям прошлой недели, которая, как вы прекрасно сами могли заметить, была довольно интересна для нас, как для трейдеров, делающих огромную ставку на продажу черного золота и британца. И что примечательно, то что мы получили с вами не просто фундамент, которые в моменте можно было торговать через соответствующую коррекцию, мы получили еще больше стимулов того, чтобы не отказываться от этих коротких позиций и дальше, и настраиваться на еще более нисходящие ценовые ориентиры. Соответственно, каждый день, друзья, я беру на себя обязательства и надеюсь, что в какой-то мере я с ним справляюсь, это давать вам четкую картину всего происходящего на финансовых рынках, отслеживайте за вас и озвучивайте, доносить самые интересные события, которые касаются самых популярных инструментов. Если какой-то фундамент ускользает, вы, пожалуйста, особого зла на меня не держите, все-таки приходится охватывать очень большой спектр информации. Я даже буду благодарен вам, если вы воспользуетесь моим таким традиционным ежедневным призывом и поделитесь вашей позицией, вашим наблюдением и то, что вы нарыли на финансовых рынках через либо форума Markets, либо еще лучше канал на YouTube. И, соответственно, эта позиция будет, безусловно, интересна не только мне, дополнительный фундамент, это еще дополнительный повод, чтобы принять, может быть, другое решение, либо, наоборот, убедиться в том, что мы в рамках просто решения все правильно делаем. Ну и, конечно же, это инструмент расширения нашего трейдерского сообщества. Друзья, я за это уже борюсь из года в год. Я рад, что нас становится все больше и больше. Но вы, пожалуйста, не пропускайте эти видеодрифинги, выпуски, не портите, собственно, отношение к фундаменту. Я хочу, чтобы никто не сомневался в том, что фундаментальные для вас важны для принятия инвестиционных решений. Конечно же, для того, чтобы торговать на средний и долгосрок. Как косочно. К сожалению, фундамент – это не подсказчик. Хотя, наверное, как косочно, нет такого универсального средства, на основании которого можно было бы принимать те или иные торговые решения. Потому что торговля внутри дня, внутри часа – это самая настоящая, собственно, игра в рулетку. Это 50 на 50 в лучшем случае. И, конечно же, очень четко отслеживать какие-то логичные, предсказуемые тренды за настолько короткий промежуток времени. Поэтому мы стараемся все-таки замахиваться на большую перспективу. И я даю вам обзор самых серьезных фундаментальных факторов, которые влияют на поведение активов не только в моменте, но и, соответственно, обладают резонирующим эффектом на долгосрок. Давайте прям с начала прошлой недели с таким настроением мы подходили к понедельнику, вторнику после выходных, готовились к тому, что неделя будет крайне насыщенная. Мы готовились к куче событийных рисков. У нас по плану были, по ожиданиям, порландинские выборы в Англии. У нас было очень много статистики американского происхождения. Это очень важный, поскольку она напрямую влияет на решение ФРС. Пусть даже и с предстоящим решением мы вроде бы как разобрались с вами. Вероятность того, что ставка получится 100%. Но нам нужно и дальше следить за тенденциями, нужно следить за состоянием ключевых цифров, потому что эти предпосылки лягут в основу наших будущих спекуляций о том, будет ли ФРС, точнее, сколько раз ФРС еще после вот этого июльского отседания, до конца этого года пойдет на повышение процентной ставки. Поэтому мы будем этими спекуляциями и этим фундаментом, анализом заниматься, соответственно, и дальше. Плюс ко всему, в начале недели я несколько упустил еще один важный момент, но потом постарался реабилитироваться, потому что на четверг у нас было, так вы помните, назначено еще выступление Джеймса Коми, которого возглавлял ранее Федеральное бюро расследований в Сенате. И, как я неоднократно отмечал, даже после этого выступления активно специальные ведомства занимаются поиском российского следа в президентской гонке, которая состоялась в конце прошлого года в штатах и том, который, как вы знаете, и стала победой Дональда Трампа. И сейчас пытаются увеличить и Россию в связи с Трампом, вроде бы как были даже предпосылки и, казалось бы, уже выведены на чистую воду отношения одного из советников Трампа, Майкла Клина, советника по национальной безопасности, опять же, с российскими ведомствами. Но нужно было оправдать эту идею, эту гипотезу, которая присутствовала, это через, собственно, выступление Коми, но, как вы помните, сам Джеймс Коми сообщил о том, что ничего подобного в отношениях не было, Трамп никогда не оказывал на него давление, и, собственно, расследование, которое было прекращено по совершенно другим, собственно, причинам. Ну, об этом мы давайте поговорим позже, когда, собственно, перейдем к четвергу. Четверг был крайне насыщенный, и мы просто обязаны поговорить об этом дне, тем более, что он даже в последний день. Пятница, выходные, разумеется, не торговый понедельник, мы сегодня видим, как фунт активно насыпется, и это все следствие, опять же, состоявшихся парламентских выборов, друзья, и только которых мы уже знаем. Ну, давайте по порядку. Фунт, безусловно, центральный актив, поскольку для тех трейдеров, для нас, кто следит за фундаментом рынка Форекс, фондовых рынков, парламентские выборы в Англии, это самый интересный фундамент прошлой недели. И очень важно то, что до выхода, точнее, до четверга, до самих парламентских выборов мы получили сигнал о том, что фунт отошел от локальных экстремумов, до этого мы торговали еще фактором, таким как рыночное настроение, и обращал ваше внимание на индикатор рыночных настроений Кайман, который вам доступен, как трейдером нашей компании, в рамках Амаркетс. Мы помним, там была очень серьезная позиция перепроданности, и логично предположить то, что рынок, будучи самым хитрым в существовом на свете, конечно же, никогда не даст возможность заработать всем. И когда на рынке возникает такого рода экстремумы, обычно те силы, которые имеют право, имеют возможность, самое главное, толкать активы в нужную сторону, используют либо факт перепроданности, либо перепутанности, для того, чтобы лишить большинство трейдеров толку тех средств и той ликвидности, которой они распоряжаются. Но вот под парламентские выборы мы видели, как настроения изменились, и был, конечно же, перевес по-прежнему в сторону продаж, но он уже был не таким существенным, как несколько недель назад. Это связано было с тем, что трейдеры понимали, насколько важным является это событие, и насколько велика вероятность обжечься, если бы было выбрано неправильное настроение. Ну, к примеру, я думаю, к сожалению, что и среди тех, кто сейчас присутствует на вебинаре, есть те, кто обжегся на фунте, поставив на рост этого актива. А по факту же мы видели, что фунт обвалился, это в соответствии с моей рекомендацией. Я надеюсь, что помимо рачерованных, есть и те, кто неплохо на этом заработал. Тем более, что я категорически даже запрещал вам покупать фунт, поскольку не видел ни единого повода для того, чтобы действовать именно так, по паре фунт-долларов. И старался из брифинга в брифинг, из вебинара в вебинар, из каждой нашей встречи доносить до вас какой-нибудь новый, одновленный аргумент, стимул в пользу того, чтобы все-таки сохранить короткие позиции. И анализировал статистику, и подкидывал вам ольтин-сайты, связанные с темой Брэнзита, перепалками Еврогруппы и, например, министра Англии Терезы Мэйн. Но старался сделать все, чтобы вы приняли правильное решение, а может быть даже все-таки рискнули, поставили на затяжное ослабление фунта, соответствующий, может быть даже более высокий, причем нежели чем всегда. Потому что, на мой взгляд, снижение британца именно в прошлый четверг было очень предсказуемо. И я рад, что хотя бы по этому активу мы наконец-таки снова столкнулись с таким понятием, как логичная реакция на фунт-дамент. Соскучились мы уже по такой реакции, потому что по американцу тому же самому, вот на контрасте, мы видим, насколько стоящий фунт-дамент есть для того, чтобы покупать этот актив. Но вот, к сожалению, есть и те факторы, которые являются пластмажором. Вы знаете, что если фунт, точнее, если доллар, имея возможность для роста, все-таки падает, теряет стоимости, значит, ответы нужно искать в эскалации геополитической напряженности, в каких-то катаклизмах из-за уме, экономических, политических, которые заставляют трейлеров трястись от страха и переводить капиталы в защиту. А как раз торгуя парой доллара и японская иена, вы все прекрасно понимаете, что в этом дуете активов защитными свойствами владает именно японская валюта. Поэтому мне лично всегда не доставляет, скажем так, удовольствия сталкиваться с этими форс-мажорами, потому что я продолжаю верить в силу доллара. И, казалось бы, стоит только на рынке сложиться обстоятельством, чтобы доллар рос в очередной блок сильных данных, снова спекуляции на тему количества действий, шагов по повышению ставки до конца этого года, как тут же мы сталкиваемся уже с прочим фундаментом, который заставляет трейдеров выходить из расположения американского доллара. Если вернуться к центральной политической теме прошлой недели, я надеюсь, что и на этой мы также продолжим обсуждать Англию, это ожидание парламентских выборов, конечно же, как я уже отметил, и торговли, которая ввелась на результатах общественных настроений. Были у нас в начале прошлой недели еще предварительные опросы ЮГО, и, между прочим, они уже, мы делаем вывод, потому что мы видим сейчас по результатам парламентских выборов, опрос ЮГО был максимально близким к тому, что по факту произошло, потому что по данным той оценки, которую мы анализировали с начала прошлой недели, следовало то, что консерваторы, несмотря на то, что имели после последних выборов очевидное, достаточное, простое, необходимое большинство, в этот раз на него тендовать уже не могут. И вот по данным ЮГО им не хватало от 16 до 20 голосов. Это действительно так. Примерно столько они не добрали до формирования своей коалиции в рамках правительства, и, к сожалению, Тереза Мэй ранее рисковала не получить поддержку в парламенте. Сейчас это уже реальность. Поэтому, друзья, я, как и раньше говорил вам, продавать фонд, потому что сейчас картина, ситуация еще более усугубилась. Сейчас парламент находится в подвешенном состоянии, что усложнит процесс переговоров по Брекзиту и, разумеется, позволит нам и дальше спекулировать не только на фундаментальной слабости Англии, но и на ухудшение политической ситуации. Уверен в том, что настроение еще многократно изменится, но даже больше скажу, они изменятся в сторону все-таки ухудшения. Как бы это плохо ни звучало, но в данном случае для медведей это хороший, конечно же, сигнал, потому что ухудшение настроений и обострение переговоров по Брекзиту, новые камни-предскновения вместе с тыковки, это причина, по которой фунд будет и дальше слабее. Я сегодняшний брифинг начал с того, что отметил вам цель Бенки-Париба, который пересмотрели прошлый ориентир, он тоже, между прочим, был медвежий, раньше они ориентировались на цель 1.25 по паре фунт-доллар, то после уже того, как были подведены итоги выборов парламентских, пересмотрели тут же свой прогноз и видят сейчас возможности снижения британцев против доллара к отметке 1.20. Согласитесь, классная цель, я не просто так сейчас сделал на нее акцент, надеюсь, что вы услышали то, что я хотел сказать. Нужно придерживаться такого же ориентира, сохранять веру в то, что фонд ослабнет и ждать, пока на вашем депозите появится соответствующий прирост по пеплите, профиту, который вы после зафиксируете. Чтобы немножко отойти от политической темы, вернусь еще к статистике, у нас на прошлой неделе до выборов в четверг еще был активность, индикатор активности в сфере услуг Англии. Но спад, как и ожидалось, с 55,8 до 53,8. Очередной спад и очередное доказательство, что будущие темпы экономического восстановления могут столкнуться с еще одной серьезной проблемой. Этой серьезной проблемой является низкая потребительская активность. И еще больше на эту потребительскую активность будут влиять высокие значения инфляции, которые уже опережают рост заработной платы, которые логичным образом будут раздувать цены, а на фоне все-таки снижения даже располагаемого дохода сказываться на показателях розницы, ну и опять же выходим на ту же самую потребительскую активность. Стоит отметить, что даже несмотря на все указанные риски, до четверга, то есть до оглашения, фактических итогов парламентских выборов пункта держался, мягко говоря, бодрячком. И закрепился в таком коридоре, вроде бы как и не преодолевал поддержку 1,28, но и не очень-то торопился закрепиться выше отметки 1,2950. Но понимаем уже, с чем это было связано. Трейдеры до последнего фактически не знали, какую кнопку им нажимать на байк или на сел, какую сторону встать, но по мере того, как более, скажем, актуальные обкросы общественные данные, экзитполы, стали появляться на рынке, позиция короткая начала обретать силы. В конце концов, в моменте была реализована, в переходе четверга на пятницу, в те катастрофические распродажи, которые произошли просто в одну секунду. Без каких-либо откатов, без, знаете, периодически бывают всплески в противоположную сторону, нет, рынок уже по факту не сомневался, что торговать это событие нужно через продажу фунта, тем более, что стало ясно, что это реализовался один из самых негативных сценариев. Помимо, собственно, фунта, довольно неплохо держалась еще европейская валюта. Собственно, до среды европейцы поддерживали данные по индексам деловой активности в секторе услуг, маркет в Германии 55,4 против прошлого 55,2. По еврозоне в целом аналогичный сектор прогресс был показан 56,2, до роста с 56,2 до 56,3. Индекс активности в производственном секторе, также восстановление, но в целом восстановление уже наблюдается несколько месяцев подряд. Мы держимся выше 50, это как раз тот самый уровень, который отделяет потенциальную стагнацию от роста от сектора. 56,8 – это значение позитивное для производственного сектора, это то, что позволяет многим говорить о росте ВВП, собственно, и о том, что еврозона преодолела плохие времена для региона, и, собственно, сейчас показывает одни из самых лучших макроэкономических данных, переживает одну из самых лучших, собственно, периодов по силе статистики за последние несколько лет. Ну, я вынужден касаться динамики действительно улучшения статистики, но я не поддерживаю позитив, который разделяют многие по еврозоне, потому что, на мой взгляд, самым главным индикатором состоянием вообще экономики валютного блокка являются показатели инфляции. И здесь я полностью согласен с Европейским центральным банком, который продолжает ориентировать всех на цель в 2%, и то, что эта цель пока что никак не досягаема для ИЦБ, даже с учетом всех тех действий, которые предпринимаются. И я даже больше скажу, за последние несколько месяцев мы видим, как прогресс в направлении достижения целевого показателя по инфляции не просто замедлился, мы уже видим регресс, потому что цены на них снижаются, потребительская активность начинает страдать, и я говорю это абсолютно объективно, потому что, если бы кто-то из вас возразил и сказал, что индекс потребительских цен сейчас проседает, это основной значение инфляции, из-за того, что снижаются цены на нефть, я бы с этим абсолютно согласился. Но есть еще и базовое значение инфляции, которое исключает такие понятия, как цены на продукты питания и на меддоносители. Вот в базовом значении у нас тоже спад, а спад базового индикатора инфляции – это самый настоящий спад потребительской активности. Вот здесь я и вижу самый главный подвод, самый главный риск, который продолжит сказываться на экономике валютного блока и все-таки приведет к слому вот этого восстановительного тренда по экономическому росту. Но не верю я в сильную еврозону, не верю я в то, что ЕЦБ может перейти к ужесточению монетарной политики и экономика уже достаточно, скажем, насладилась этими экономическими стимулами, беспрецедентными, как это называют, низких процентных ставок и действующая программа количественного смягчения. Я больше склонен к позиции того, что еврозона – это, скажем, такой замок за несколькими печатями, но все-таки это тот регион, за который отвечает валюта, имеющая очень много факторов системы для ослабления. Не спроставить, некоторое время назад мы, даже я активно спекулировал о теме того, что евро доберется до паритета. Но сейчас, пока мы не видим сильного доллара, то есть оппонента европейской валюте по паре евро-доллар, мы не можем уже, скажем, опустить прочие обстоятельства и заобьнуться только на европейской валюте. Мы понимаем то, что евро, хоть и слабая валюта, и евро имеет кучу фундаментальных предпосылок для того, чтобы долгосрочно снижаться. Но пока ситуация не устаканится с долларом, пока мы не получим стоящего сигнала того, что доллар нужно покупать, и доллар не просто будет давать сигнал, а пока же там восстановительный динамик, мы не увидим того самого ослабления евро-доллара, которое бы хотелось видеть. Давайте немножко поговорим про нефть. Я знаю, что многих интересует этот актив. На прошлой неделе черная золота у нас активно ходила, поскольку новостной фонд был интересен не для этого сектора, собственно, финансовых инструментов, то есть для бренда и для WTA. И главная новость, которая была сообщена всему рынку, это решение стран арабской коалиции, это Саудовская Аравия, это Кувейд, это Пахрин и Объединенных Арабских Эмиратов, объявить, точнее, разорвать дипломатические связи с Катаром, поскольку до Катар обвинили в поддержании террористических организаций и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Те, кто посещает брифинги, знают то, что и как было следствием, как мы торговали этим фундаментом, как мы его интерпретировали, как рынок сам менял свою позицию, буквально ассоторника по четверг отталкивается от этого фундамента. Но я в целом не буду, с вашего позволения, останавливаться сейчас на факте локального усиления геополитической напряженности, эскалации конкретно на Ближнем Востоке. Мы сделали из него вывод следующего порядка, то, что вряд ли ситуация с Катаром придет к срыву поставок на международном рынке. Больше, наверное, этот новостной фонд нужно интерпретировать с позиции того, что Катар член ОПЕК, а ОПЕК сейчас ратует, борется за реализацию и эффективность сделки по ограничению производства. Поэтому, когда возникают, скажем, в этом сообществе такие паршивые ловцы, конечно же, мы начинаем задумываться о том, а не повлияет ли отдельная такая история на общая позиция рынка в отношении энергетического факта. И не станет ли отдельно взят регион, пусть и с небольшими квотами по добыче, по обязательствам, по ограничению производства, не станет ли это тормозом для реализации всего соглашения. Вы помните, что также пришли к выводу, что на Катар приходится всего лишь от 30 тысяч баррелей, а по квоте не так уж и много, но все равно история засыпила очень многих трейдеров. И в этом фундаменте также нашли еще одну причину, по которой рынок черного и золота нужно распродавать. Также, друзья, еще хочу отметить, что против доллара в начале прошлой недели, помимо ожиданий выступления Джеймса Коми в Сенате действовала еще и статистика, производственные заказы по США выполнить отчет довольно слабый. Они просили в месячном выражении на 0,2% против прошлого роста на 1%. Индекс деловой активности АСМ в секторе услуга также снижение, но несущественное. 57,5% у нас позапрошлый месяц, сейчас по факту прошлого 56,9%. Собственно, указанный фонд стал причиной снижения пары доллар-японская иена до отметки 109 ровно. Сильные движения, как я уже отметил, были характерны для рынка нефти. После того, как мы перешагнули через новостной фонд, связанный с кадром, у нас на повестке была статистика по запасам. Данные Американского института нефти, согласно этому отчету, запасы снизились на 4,6 миллиона против прошлого снижения, также на 8,6 миллиона. И после того, как трейдеры увидели статистику резкого спада и снижения запасов, решили, что и официальный правительственный отчет также покажет похожие результаты. Но те, кто сделал на этот акцент, конечно же, поплатились, потому что ничего подобного от уже официального отчета от правительственных данных мы не увидели, потому что, согласно оценке Министерства энергетики США, запасы не снизились, а выросли на 3,2 миллиона. Тем самым прервали цикл из 9 недель подряд, когда запасы снижались. Помимо роста запасов по нефти, выросли еще и запасы бензина и тут же позволили нам сделать простой вывод о том, что такая статистика может быть следствием только одного – низких показателей внутреннего спроса, более высоких показателей импорта. И вы помните, еще прошло такое сообщение на рынке, оно, правда, еще не подтверждено, то, что часть резервов из стратегических переводится в коммерческие нефти. Но я думаю, что это, скорее всего, правда, учитывая исторический запас нефти, который уже собран в США. Поэтому этой статистики оказалось вполне достаточно, чтобы вернуть на рынок медведей. Мы уже уверены закрепить бренд ниже 50 долларов за баррель, мы даже перестали волноваться о том, что локальный актив уйдет выше. И спокойно поглядывали, как рынок сам варится вот в этом медвежьем фундаменте и сбивает вот спесь с быков, которые все еще пытаются отыграться. Напротив, создавая с каждым днем все больше и больше преимущества для медведей, а медведи этим преимуществом, как вы прекрасно видите, пользуются. Не обращайте внимания, друзья, то, что локально у нас идет восходящее движение. Но даже при таком фундаменте, который сейчас сложился на рынке нефти, мы не можем валиться каждый день. Мы не можем по несколько процентов отыгрывать у этого актива в рамках такого короткого промежутка времени, как неделя. Про торговки – это обычное дело. Настроения, они локально меняются. Даже медведи, скажем, знают честь и дают возможность несколько отыграться и АБК, которые покупают очень высокие значения. Но все равно потом рынок возвращается на землю. В данном случае землей для рынка черного золота является все новое и новое минимальное значение, которое мы с вами и продолжим тестировать. И из других активов, друзья, с вашего позволения отмечу еще австралийца, поскольку знаю, что многие так спекулируют этим инструментом. В прошлой неделе было интересно чем? Тем, что Резервный банк Австралии пересмотрел процентную ставку, она была сохранена на прежнем уровне 1,5%. Вслед за процентную ставку вышло сопроводительное заявление, где было очень много, опять же, рисков, обозначенных и в закредитованности, в рисках более низкой инфляции, риска, которая есть в отношении потенциально более слабых цен на сырьевые инструменты. То, что в последнее время уголь и железная руда по стоимости окремаются, это еще ни о чем не говорит. Также такой же откат, который, как я уже отметил, мы сейчас наблюдаем по рынку нефти. Это ни в коем случае не разворот, потому что до этого мы увидели, как активы снижались, снова отыгрываем блок слабейших макроэкономических отчетов по Китаю. И за последний месяц ситуация в Китае не изменилась. Я даже не удивлюсь, если ухудшилась, потому что, несмотря на все действия, которые предпринимаются Народным банком Китая, все равно это та экономика, которая сейчас столкнулась с серьезными проблемами. И эти проблемы приводят и к снижению инвестиций в сектор, и к ухудшению показателей промышленного производства, и к более слабым значениям розницы, и как следствие, к более слабым показателям экономической экономического восстановления. Австралийцы и новозеландецы, как валюта, отвечающая за Австралию на Новозеланде, то есть для них Китай – это основной торговый партнер, они одними из первых реагируют на фундаментальную слабость. И для австралийцев, как я уже отметил, являются также определяющим и состояние ценовая конъюнтура важнейших экспортных ресурсов для этого региона – это уголь и железная руда. Если вас интересует эта тема, вы сами можете открыть недельные графики и посмотреть, что происходит с этими активами, и сразу же убедитесь в том, что эти инструменты австралийцы, я имею в виду, и новозеландецы, нужно распродавать, потому что там не видно света в конце туннель, активы будут находиться сырьевые в нисходящем пике до конца этого года, не сомневаюсь, и австралийцы на Новозеланде тоже пойдут следом. Причина, по которой сейчас австралийцы еще не торгуются на тройку, четверку фигур ниже текущих значений – это слабый доллар, о котором я уже говорил. Как только ситуация в отношении американцев изменится, изменится ситуация в отношении оставшегося рынка Форенса. Ну, теперь, друзья, давайте перейдем к, собственно, четвергу. Начался он с решения Европейского Центрального Банка по процентным ставкам. Напомню, что ставки остались без изменений. Ставка по депозитам на прежнем уровне минус 0,4%, ставка основная на уровне нуля. Тут же европейская валюта отреагировала на это слабостью. Мы видели, как евро-доллар ниже отметки 1,12% и окончательно добил европейскую валюту, уж точно лишил всякого шанса на восстановление, лишило выступления председателя Европейского Центрального Банка Марио Драги. Это кульминация, собственно, фундамента европейского происхождения и заседания Европейского Центрального Банка. Потому что Драги, как и всегда, резюмирует общее видение всего кабинета по поводу монетарной политики и позволяет нам понять, к чему нам стоит готовиться или на чем еще можно спекулировать дальше, собственно, как и спекулировали ранее. Тезис на Драги еще раз отметил то, что риски для экономики остаются сбалансированными, базовая рефляция сдержанной. Также он отметил то, что сохранение текущего стимулирующего подхода жизненно необходимо для национальной экономики, поскольку только так можно будет выйти на оптимальные показатели экономического восстановления. Отметил то, что ужесточение политики не обсуждалось и, более того, при ухудшении экономической конвентуры, в том случае, если инфляция будет дальше снижаться и базовый индекс закрепится ниже отметки на 0,8% базовый институтский цен, ИСБ может в очередной раз снизить процентные ставки либо расширить программу количественного смягчения. То есть этого фундамента оказалось вполне достаточно, чтобы закрепить пару евро-доллар ниже отметки 1,12. Мы, собственно, в понижательном ключе торговались по этой валютной паре до пятницы. И еще один фактор давления на евро – это локальное восстановление доллара, поскольку в четверг следом за ИЦБ состоялось выступление бывшего главы ФБР Джеймса Коми, который снова подтвердил то, что было сказано им накануне. Его доклад не представляет угрозу для Трампа. Ничего, никаких обвинений, никаких подтверждений того, что Трамп оказывал давление, этого не было. Доклад прошел в спокойном ключе, да и по динамике доллара все было видно, что американцы не торопились ни продавать, ни покупать. Но все-таки больше интереса было к доллару, поэтому под конец недели мы видели, как доллар-японская иена в десяток за десятком пунктов, но восстанавливалось все. А вот кто был реально в уцайдерах, так это фунт, как я уже отметил. Как только на рынке были объявлены, собственно, результаты парламентских выборов, напоминаю, что 43,7% голосов за консерваторов, 36,1% за либористов. А парламент в подвечном состоянии никто не получил. Необходимого простого большинства, у ТРЗМ нет поддержки парламента, все тут же заговорили о том, что пример министра может в таком ключе подать в отставку, ведь она надеялась получить эту поддержку, потому что одной, один полин и воин, а ей придется теперь одной вести переговоры с Еврогруппой и пытаться выхлопать самые оптимальные, как она обещала, самые лучшие, максимально хорошие условия расставания и вот этого бракоразводного процесса между Англией и Европейским Союзом. Я хочу добавить, друзья, что процесс переговоров стартует уже буквально через 10 дней. То есть совсем скоро мы снова сделаем фунт с центровым активом, мы продолжим за ним следить и я надеюсь, что на предстоящем фундаменте и даже на резонансе того, который уже проанализировали, мы сможем добраться до отметки 1,25 как минимум, особенно с учетом сохранения такого понижательного тренда, который мы видим по паре фунт-доллар вот сегодня на азиатской и европейской торговой сессии, вот уже американская тоже подхватила эту коррекцию и слабости. Ну и что касается пятничных релизов, их было уже не так уж и много, да они особо нас не интересовали, потому что мы понимали, что после такого дня как четверг рынок будет больше резонировать на этих событиях. Но стоит отметить, что статистика была, это данные по канадскому рынку труда, 54,5 новых рабочих места против прошлого 3,2. Позитивная статистика, особенно контрастируя действительно с прошлым назначением 3,2 и 55 практически сразу, а тысяча. Но я думаю, что основная причина укрепления позиций канадского доллара под конец прошлой недели кроется не в этой статистике, хотя, наверное, она тоже имела место быть почти влияние. Мы в пятницу еще работали с локальным восстановлением нефти, а вот для канадца, который вынужден материал на протяжении всей недели из-за слабости, конечно же, этого актива, пятница как бальзам на душу. Появилась возможность интеграции, реабилитироваться, и канадец ей поспешил воспользоваться. Поэтому в целом мы неделю закрыли ниже отметки 1,35. Но тем лучше для трейдеров, которые еще сомневались покупать либо не покупать этого валютного пара, потому что, друзья, текущее значение, просто прекрасная возможность, чтобы занять долгосрочную покупку позицию в лонг и ждать 1,38-1,40. Опять же, я говорю про бинги припа, если у них по пункту цель 1,20, по паре USDCAD 1,40. За последние полтора года они редко, скажем, мазались со своими инвестиционными прогнозами, поэтому я скептикам предлагаю не сомневаться, тем более, что очень трудно будет найти аргументы против таких идей. И, конечно же, отчет заключительный для рынка нефти, это Бейкерфьюз по количеству нефтерминалов. Снова рост, в этот раз 21 неделя по счету подряд, плюс 8 штук. Ждем роста нефтедобычи, ждем то, что штаты и дальше будут валить рынок. Будем анализировать статистику. Друзья, Бейкерфьюз пока еще себя не проявили, как отчет, как фактор разводки нефти после пятницы, но думаю, что еще не вечер. По крайней мере, чтобы сохранить вот эту преемственность фундамента и продолжить копить, большое спасибо этому релизу. Мы еще раз убедились в том, что нет ни малейшего повода сейчас отказываться от прежних продаж рынка черного золота. Что касается отчетов предстоящих дней, завтра у нас данные по инфляции в Англии, ряд индексов активности по еврозоне и Германии, и снова классика для рынка нефти, традиционные отчеты по запасу. На что обращаем внимание? Конечно же, на статистику по инфляции, потому что инфляция запредельная в Англии уже, как я уже говорил в начале этого вебинара, то, что высокая инфляция является проблемой для английской экономики, она тормозит экономический рост. Соответственно, если завтра мы увидим еще дополнительный рост, то тогда уж точно на это нельзя будет не обратить внимание и британцу, и медведям, которые торгуют этим активом. То есть я жду, что завтрашний фундамент усилит ту коррекцию, которая была продолжена с конца прошлой недели по паре фунт-доллара. И тем лучше, друзья, чем больше, скажем, мы сейчас будем отнимать у фунта последовательно за дня в день, тем проще будет нам так монотонно достигнуть нашей с вами заветной цели 1.25. Торговая сессия среды. Здесь отчетов побольше. Основого центра внимания будут макроэкономические отчеты из Англии, еще релизы по инфляции потребительских цен в США и роничные продажи тоже по штатам. Кульминация дня станет решение по старт. То есть в целом я сразу хочу отметить, какой бы релиз мы не увидели по рознице инфляции в штатах, уже ничто не заставит ФРС изменить своему решению и отказаться от получения процента из ставок. Даже если инфляция проседет на несколько десятых процентов, даже если роничные продажи показывают худшее значение за год, ставку все равно повысит на 25 базисных пунктов. Мы уже готовимся к этому решению, надеемся, что доллар соответствующим образом отреагируют. Надеюсь, что у нас будет возможность про логичную реакцию, как на прошлой неделе, связанную с фунтом на итоги парламентских выборов, говорить и про реакцию доллара на факт повышения процентных ставок. Если уж мы окажемся выше под конец недели 112-113, друзья, это будет сурд. Это значит то, что мы замыкаем первые полугодия с реально нашим рынком. Рынком, который перешло на нашу сторону и дает нам и нивелирует потери, которые мы вынуждены нанесли в начале 2017 года и зарабатывать еще, готовясь к продолжению брендов в конец 2017 года. В четверг из отчетов стоит отметить целый блок макроэкономических данных по Англии, поэтому четверг такого формата называют «Супер днем для Англии», «Супер четвергом». По слайду вы сейчас видите решение по ставке, объему по активу, по голосованию, вступает на заявление, много чего. Вряд ли что-то изменится по основным параметрам, но послушаем опять же на пресс-конференции, послушаем, что скажет руководство Банка Англии, о чем думают и кармы, которые позволяют британские регуляторы. Я не сомневаюсь в том, что в очередной раз мы услышим намерки на возможность смягчения экономической политики, особенно по факту обострения политической ситуации, которая явно будет не на руку сейчас развития английской экономики в автономном ключе. То есть рисков становится все больше и больше. Если еще к решению по ставку четверга мы получим, то есть во вторник-завтра отчеты и статистику подтверждения еще более резкого роста инфляции, тогда действительно Банк Англии будет щедр на комментарии и в любом случае эти комментарии должны стать еще одной причиной ослабления британской валюты. Я еще вынес решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке и пресс-конференции в Жорнах, который возглавляет регулятор данный. Что интересно здесь, мы видим, как USDC сейчас торгуется на минимальное значение за несколько месяцев и, конечно же, эту картину нужно менять. Этот нисходящий тренд, направленный на укрепление франка, нужно ломать. Сломать его может только Национальный банк Швейцарии очередными намеками на возможность еще больших стимулов и снижения ставки по депозитам, которые и без того находятся на самом низком уровне сейчас среди всех разных регионов и регуляторов. Это минус 0,75%. Соответственно, если Национальный банк Швейцарии еще раз подтвердит, что готов и проводить валютные интервенции, я думаю, что франк вынужденно будет ослабеть, ну а как иначе, и позволит нам снова вернуться к многосрочному восходящему тренду по поле USDC. Я, честно говоря, вышел из этого дуэта активов с убытком практически в 150 пунктов, но надеюсь отыграться на нем, когда поступит более-менее стоящий сигнал со стороны Национального Банка Швейцарии. Ну и торговая сессия пятницы. Здесь у нас значение по инфляции, по еврозоне. Если мы снова увидим снижение базового индекса потребительских цен, тогда будем готовиться к еще большему ослаблению евро, потому что снижение базовой инфляции – это крест на любых намеках потенциального ужесточения монетарной политики, то есть то, о чем говорил Драгин. Помимо этого еще отчет Бекер Плюс по количеству никаких терминалов. Ждем 22-ю неделю подряд роста числа платформ. Ждем, что число терминалов по конец этого года увеличится втрое. То есть позволить нам говорить о том, что темпы нефтедобычи в Штатах сейчас втрое также превосходит темпы сокращения, которые мы наблюдали чуть больше полутора лет назад. То есть Штаты снова возвращают нас к идее сланцевой революции и бума и готовят рынок еще большему обвалу. Поэтому, друзья, не забывайте. Ну и, конечно же, основные ценовые ориентиры по включимым валютным парам еще золота сегодня добавил в контексте ожиданий роста доллара. Друзья, немного затянул я сегодня прошу прощения, но надеюсь, что разобрал детально все, что сейчас происходит на рынке. Если есть вопросы, конечно же, задавайте их в общий чат, попробуйте на них ответить. Аким, не за что. Ну, я думаю, то, что лучше сказать, что следовали не моим рекомендациям, а рекомендациям, которым снабжал нас рынок. Мы лишь следим за новостями, фундаментом, который складывается. Я доношу для тех, кто по причине, может быть, заинтости, тогда, когда эти новости выходят, но не могут отслеживать фундамент, просто не хватает этого времени. Я, опять же, стараюсь делать это за вас и рассказывать обо всем интересном, что происходит на рынке за прошедшие торговые сутки. Надеюсь, что этой информации вам достаточно и хватает. Если нет, вы делитесь обратной связи, что не так, что нужно добавить, что больше освещать я попробую, как и всегда, пойти вам навстречу. Ну и, конечно же, заработок – это, прежде всего, ваше заслуга, потому что у вас была возможность не воспользоваться рекомендациям. Тем не менее, вы все-таки воспользовались. Нет, ни в коем случае не повлияет. Я думаю, то, что решение поставки станет как раз тем самым заветным днем, когда мы упремся в этот план. А то, что будет с американской фондой, дальше нас уже особо не интересует. У нас и так прибыль будет больше 10% за довольно короткий промежуток времени, и это без плеча. Хотя, честно говоря, друзья, если, Николай, специально для вас, скажем, говорю, знаю то, что торгуете фондой, вы можете напрямую обращаться ко мне по, опять же, вопросам, которые вас интересуют. Скажем, ваша лояльность уже не вызывает сомнений, порядки исключений. В принципе, я говорю это всем, но, Николай, как постоянному слушателю, вам особо условно. Я думаю, то, что по СНП после 2350 пунктов и по мере все-таки возвращения на рынок идей о том, что Трамп, будучи человеком слова и мужиком, будет реформировать экономику, позволит нам еще не списывать со счетов под такое понятие, как увеличивающийся пузырь американской фондой. Да, очевидно, что это пузырь, но прежде чем он схлопнется, пройти может еще очень много времени, так же, как и утечь воды. Нам самое главное пока довольствоваться теми возможностями, которые этот рынок нам дает. СНП 2350, Николай, как и раньше, давайте ждать этого уровня. Рынок уже доказывает то, что не воспримчат никакому негативу, потому что что бы ни произошло, мы видим, как, по крайней мере, высокие позиции сохраняются для этой секции. Я думаю, что это только начало. Но нам нужно будет зафиксировать пройдет, как ни крути, не нужно будет его сохранять, нужно, опять же, реализовать то восходящее экроте, которое уже удалось накопить по этой секции. И нужно, скажем так, акашироваться по деньгам. А вот после этого снова взглянем на то, как быть с этим инструментом. Друзья, большое спасибо за внимание, большое спасибо за комментарии. Не забывайте, что основной канал коммуникации – это наш канал на YouTube, а Маркетс, разумеется, те, кто смотрит вебинары, есть возможность только, скажем, со мной общаться раз в неделю. Но если вы будете, заходите на канал на YouTube, там каждый день свежая и актуальная статистика, новости, фундамента. Высказывайтесь там, пишите ваши комментарии, оставляйте обратную связь, создавайте вопросы. Вот все, что вас интересует касательно тренинга. Хорошие друзья, вам недели. Неделя обещает быть жаркой. Давайте дожмем еще американца, покажем всем медведям, где раки зимуют, прокатимся вместе с долларом против иены и прочих активов гораздо выше текущих значений и дает топинг фунт. Собственно, это мои исключительные такие в рамках этого вебинара напутственные слова. Как и всегда, пожалуйста, контролируйте риски. Это очень важно. Спасибо за внимание.